Быть умником почетно. Участники молодежного научно-исследовательского конкурса доказали это уже не раз. С 1 по 4 декабря в бизнес-пространстве «Контакт» проводится региональный этап конкурса молодых ученых «Умник». Пятый юбилейный год Белгородская область представляет свои молодые дарования с их инновационными идеями. В этом году заявки на участие подали 157 белгородских ученых. Наши ученые берут много призовых мест, грантов, ну и соответственно успешно их реализовывают. Это отличный батут, такой старт для многих студентов, для многих молодых ученых, предпринимателей молодых, для того, чтобы потом в дальнейшем это монетизировать и капитализировать. Возраст конкурсантов от 18 до 30 лет. Предлагаемая идея должна быть новой, впервые сформулированной именно самим участником. Направление 6 – ресурсосберегающая техника, медицина будущего, биотехнологии, новые материалы, цифровые технологии, современные приборы. Умник дает реальную возможность молодым ученым предложить собственное инновационное решение по одному из актуальных для государства направлений – заняться производством и выпуском полезного продукта на рынок. Мы всегда ждем одного, чтобы эти проекты и люди, их представляющие, были достойными того, чтобы их поддержали, чтобы у них все получилось и чтобы они понимали, для чего они выходят. Мы прекрасно понимаем, что чем большее количество молодых людей начнут участвовать, будут заниматься своими идеями, будут их продвигать, то будет лучше, конечно, будут хорошие предприятия с рабочими местами и так далее. Поэтому программа фонда – это первый, скажем так, старт. Важно не только придумать новую идею, но и правильно представить ее перед членами жюри. Эти увлеченность тоже оценивается. Проекты отбирают по востребованности на рынке и преимуществу перед аналогами. В этом году Белгородская область представляет 82 проекта. Это аппаратно-программный комплекс. Он предназначен для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли чуть лучше контактировать с другими людьми. Точнее, люди с нарушением слухового и речевого аппарата. Данный комплекс предполагает новый способ регистрации жестов и слуховой информации. В дальнейшем она будет преобразовываться в картинки, либо же в звуковую информацию. Алексей Ключкин – студент второго курса Белгородского университета. Проект для Алексея особенный. Его сестра, как и 466 миллионов человек в мире, страдает от потери слуха. Несмотря на юный возраст, Алексей считает, что начинать заниматься научной деятельностью никогда не рано. Еще одна участница конкурса – Юлия Елистратова, аспирантка БГТУ имени Шухова. Наш проект разработан на своевременную очистку и цифровизацию, то есть подача сигнала и своевременное устранение, это включение соответствующих приборов, чтобы мы с вами были с горячей водой. Программа «Умник» работает с 2007 года. За 12 лет было получено более 140 тысяч заявок. 18 тысяч молодых ученых получили гранты по полмиллиона рублей на поддержку своих идей. Победители регионального этапа определяют 4 декабря. Для финала участникам будет необходимо создать прототип продукта и написать бизнес-план.